КФУ объединяет семьи. Как найти работу выпускнику? Второй сезон онлайн-марафона «Прием КФУ». Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Максим Иванов. 24 мая в рамках проекта «День без турникетов», инициированного правительством города Москвы, научно-исследовательской лаборатории палеоклиматологии, палеоэкологии, палеомагнетизма, Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета пройдет обзор на экскурсии. Научно-исследовательская лаборатория, которая работает при поддержке Российского научного фонда, занимается исследованием магнитных свойств природных и антропогенных объектов и изучением изменения магнитного поля Земли в геологическом прошлом. Участники экскурсии увидят приборы, на которых работают ученые, и узнают, что магнитные свойства разнообразны, а горные породы умеют записывать историю изменения магнитного поля Земли. Посетители также смогут измерить некоторые магнитные свойства горных пород и метеоритов. Начало экскурсии в 15 на 0. Будем ждать именно тебя. 22 мая в Казанском федеральном университете состоялась церемония награждения победителей и лауреатов литературно-творческого конкурса, посвященного 79-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Огонь победы в памяти поколений». Всего на конкурс было подно 8628 работ, а в очный этап прошли 1418. Победителями конкурса стали 35 человек, а лауреатами были объявлены 220 участников. По итогам конкурса будет опубликована книга, в которую войдут произведения победителей и лауреатов конкурса. С ней можно будет ознакомиться в научной библиотеке имени Лобачевского Казанского федерального университета, Национальной библиотеке Республики Татарстан и некоторых других библиотеках города. Электронная версия книги будет у всех финалистов конкурса. Семья – это дом, в котором мы растем, учимся и развиваемся. Это первая ступень на пути становления человека. Для каждого из нас именно она является главным приоритетом в жизни. Это закладывается нашим воспитанием с самого раннего возраста. Проведение фестиваля семей сотрудников, преподавателей и учащихся уже стало традицией. Организаторами выступили Департамент по молодежной политике совместно с первичными просоюзными организациями работников и студентов Казанского федерального университета. Почетным гостем праздника стал первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Он поздравил всех присутствующих и передал им самые теплые пожелания. Проводим такой праздник всем, чтобы вся семья, все вместе пришли к нам в университет, провели какое-то время вместе, поучаствовали во всех активностях, во всех конкурсах, показали то, на что способна крепкая дружная семья. И, конечно же, самая главная цель – это сохранение семьи и укрепление традиционных семейных ценностей. В этот день культурно-спортивный комплекс «Уникс» преобразился до неузнаваемости. С улицы были слышны песни из всем известных мультфильмов. Гостей праздника встречали Белоснежка, Мальвина, Ариэль, Алиса «Стране чудес» и многие другие персонажи. Место получилось поистине сказочным. Для детишек были организованы различные развлекательные зоны. Они могли попробовать себя в нейрогимнастике, рисовании, графическом диктанте и игре, кажется, нащупал. Ребята с интересом бежали на разные станции, с увлечением участвовали в активностях и получали за это подарки. Красок добавила и зон с аквагримом, где каждый желающий мог преобразиться и засиять. Мероприятие состоит из различных таких частей. Вот одна часть это интерактивная, когда дети могут проявить себя, они могут участвовать в разных конкурсах, мероприятиях, потом получить за это подарки. И, конечно, это церемония награждения лучших семей. И очень отрадно, что с каждым годом тех самых активных семей университета становится все больше. И если раньше мы брали сначала самых 5 активных семей, потом 10, то сейчас даже уже 15, это уже такой большой конкурс, потому что активно все участвуют. И два таких, вот сегодня фестиваль семей, и есть еще новогодние мероприятия. Тогда, когда встречаются сотрудники, когда встречаются их дети, когда дети могут по-другому увидеть работу своих родителей. Помимо образовательных игр, на фестивале были и спортивные активности. Перетягивание каната, прыжки со скакалкой, бег в мешках, игра «Удержи шарик». И даже настольный хоккей. Участвовать можно было всем. Родители активно болели за своих детей и даже помогали им в процессе игр. Волонтеры и аниматоры также следили за атмосферой волшебства в этот день. С каждым годом фестиваль все круче и круче проходит. Мы были еще на первых фестивалях семей. И видно, что сотрудники стараются, что фестиваль улучшается, и все делается для детей. Мы записали творческие номера, она рассказывала стихотворение и играла на фортепиано. То есть два творческих номера и поделка, красота ропотворная. Мы участвовали в фото-конкурсе, не в первый раз. В этом году уже с маленьким пришли на фестиваль. Моя семья очень большая. У меня трое детей. Но сегодня присутствует двое из моих детей, так как младший совсем маленький, но мы активно участвовали во всех конкурсах, включая и видео. И рисунки, первые шаги. Сегодня я с мужем и с двумя старшими детей. После интерактивной части гости праздника были приглашены в большой зал, где состоялся творческий концерт и награждение самых активных семей фестиваля. Этот день стал не только отличным поводом для отдыха и развлечения, но и замечательным способом объединить тех, кто входит в одну большую семью Казанского федерального университета. Риана Файзулина, Кристина Отекина, Тимур Ахметов. Универ Новости. Как студенту после окончания учебы сразу найти работу? Этим вопросом задается, пожалуй, каждый выпускник. И в этом случае университет – первый помощник. ВУЗы проводят разнонаправленные сессии с компаниями, чтобы обеспечить своих учащихся трудоустройством по специальности. 23 мая состоялась проектно-аналитическая сессия, где представители Казанского федерального университета вместе с коллегами из других университетов обсудили возможные варианты трудоустройства. 23 мая на базе корпоративного университета Акбарсбанка при поддержке Росмолодежи прошла проектно-аналитическая сессия центров карьеры вузов Приволжского федерального округа «Трансформация карьеры». Организаторами мероприятия выступили Министерство науки и высшего образования Российской Федерации совместно с Казанским федеральным университетом, экспертный центр карьеры при Миноборнауке и Акбарсбанк. Главной целью такого рода встреч является обеспечение конкурентоспособными кадрами. Со многими уже есть соглашения, потому что мы ежегодно, допустим, Казанский федеральный университет ежегодно заключает с разными предприятиями большое количество соглашений, которые потом как раз используются в вузе для трудоустройства, для прохождения практик, для прохождения стажировок. На сегодняшний день, когда мы общаемся со студентами и на разных стратегических сессиях, на проектных сессиях, то есть очень важно для них еще поменять практики, чтобы, допустим, лучшие студенты имели возможность стажироваться. И действительно, со многими уже, допустим, организациями или с мэрией Казани, которая тоже предлагает большое количество стажировок, и при этом не для четвертого курса, а наоборот, они делают акцент на второй и третий курс. Поэтому, конечно, эти задачи можно в рамках таких мероприятий тоже решить. С первого курса мы студентов настраиваем на то, что они станут выпускниками Казанского императорского университета. Как бы ни крути, история – это наше все, и поэтому наши студенты должны быть востребованными и быть компетентными на рынке труда. И поэтому какие-то компетенции, которые им не достают, мы помогаем их как раз достичь, познать как раз в моменте сотрудничества с нашими партнерами-работодателями. Вместе с кадровым дефицитом в оборонно-промышленном комплексе нарастает запрос и других предприятий на привлечение и развитие молодых кадров, а значит, и на качественную и результативную работу с университетами и центрами карьеры. Ключевыми гостями на конференции выступили Сергей Вещепанов, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью факультетус и Александр Ведехин, заместитель директора Департамента молодежной и государственной политики и воспитательной деятельности Миноборнауки России. Несколько дней работы мы постараемся, чтобы диалог между центрами карьеры университетов и кадровыми службами предприятий УПК был более эффективным, чтобы стороны научились слышать друг друга. И все это делается с одной очень важной целью, для того, чтобы наши студенты были профориентированы с младших курсов, чтобы у них не возникало проблем с трудоустройством, с прохождением практики, для того, чтобы будущий работник, сегодняшний студент и работодатель друг друга знали уже с младших курсов университетов. Я думаю, что такие мероприятия, как сегодня, этому очень сильно способны. Довольно-таки много университетов из Приволжского федерального округа и из других регионов России преимущественно те университеты, которые обеспечивают кадрами наши самые приоритетные предприятия, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мы знаем, что конкуренция за кадры очень высокая, и сейчас задача у центров карьеры – помогать предприятиям не просто находить людей, а помогать именно быть конкурентоспособными на рынке соискателя. На пленарной сессии обсудили болевые точки отрасли в формате дискуссии, тенденции и тренды. Своим мнением поделились эксперты, участники спроектировали и внедрили новую модель работы университета с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, ориентированную на развитие талантов, и изучили лучшие практики привлечения и адаптации молодежи. Второй день мероприятий будет включать в себя практическую деятельность, в ходе которой участники пленарной сессии смогут в командах отработать полученные знания, а также поделиться опытом с коллегами. Елизавета Пшеничникова, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов, Универ Новости. Подошел к своему логическому завершению трехдневный онлайн-марафон «Прием КФУ», организованный Департаментом по информационной политике Казанского федерального университета. Его целью стало повышение осведомленности абитуриентов о действующих правилах приемной кампании этого года. Подробнее об итогах марафона смотрите наш следующий сюжет. Будущие студенты, прежде чем определиться с планами на жизнь, должны получить актуальные сведения о вступительных экзаменах, баллах при поступлении и других аспектах, которые могут им пригодиться при подаче документов. Департамент по информационной политике организовал второй трехдневный онлайн-марафон «Прием КФУ», где представители каждого из 17 институтов и юридического факультета Казанского федерального университета рассказали о том, как стать частью большой семьи выбранного направления. 23 мая онлайн-марафон завершился. Сегодня у нас последний завершающий день нашего онлайн-марафона, но не завершающий по смыслу. Сегодня у нас очень много институтов. Разберем все нюансы приемной кампании 2024 года. Ну а по традиции в это утро с нами Александр Анатольевич Бибик, ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета. И я так перетянул одеяло на себя, и я знал, что Арина хотела что-то сказать в это утро тоже вам, дорогие абитуриенты. Доброе утро, дорогие друзья. Я, как обычно, напоминаю, что в этом году наш Казанский университет празднует 220 лет с дня своего основания, и все ребята, которые станут студентами в этом году, нашими студентами, смогут поучаствовать во всех мероприятиях, которые будут организованы в честь этого замечательного, прекрасного, большого и красивого юбилея. На вопросы абитуриентов в первый день отвечали представители Института международных отношений, юридического факультета, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института управления, экономики и финансов, Института физики, Института экологии и природопользования. 22 мая на самые популярные вопросы ответили представители Института вычислительной математики и информационных технологий, Набережной Челнинского института, Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии, Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института психологии и образования. Ключевым гостем стала проректор по образовательной деятельности вуза Екатерина Турилова. 23 мая рассказали о своей деятельности представители химического института имени Бутлерова, Института фундаментальной медицинной биологии, Института математики и механики имени Лобачевского, Института информационных технологий и интеллектуальных систем, Института филологии и межкультурной коммуникации и Института дизайна и пространственных искусств. Представители институтов рассказали о новых направлениях, условиях обучения и проживания, проходных баллах, особых условиях, рубежных датах и научной и студенческой жизни А зрители, в свою очередь, смогли получить подарок в виде эфирного мерча вуза за самые лучшие вопросы спикером За самые, во-первых, большие, я бы сказала, самые актуальные и интересные, необычные креативные вопросы у нас получает мерч от Казанского федерального университета «Барабанная дробь» Алия Арсланова получает первый рюкзачок, но не пустой, естественно, как мы выяснили И Зарина Гатаулина, собственно, что очевидно, вы получаете от нас замечательный мерч от Казанского федерального университета Я вас с этим, в общем-то, искренне поздравляю, спасибо за ваши интересные очень вопросы Трансляции, пусть и завершенные, можно посмотреть в записи в официальном паблике Казанского федерального университета в социальной сети ВКонтакте И узнать для себя множество особенностей, которые потребуются для поступления Двери вуза всегда открыты, а ждем мы именно тебя Роман Айошин, Карина Саяхова, Универ Новость На этом все. В студии был Максим Иванов Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин